здравствуйте дорогие вышивальщицы и вышивальщики мои зрители а вот настал 2017 год и я как порядочная вышивальщица начинаю свой новый процесс ну и я решила что раз я начинаю его то я наверно должна показать комплектацию набора процесс называть вернее набор от фирмы лети но будем называть fuji к как мы привыкли до называется он редут это вот такой вот симпатичный букетик в прозрачном стеклянном бокале на набор был вот в таком пластиковом конверте его уже открыла откладываем дальше смотрим значит в наборе сразу сверху лежал вот такой вот моток белых ниток фирма fuji к используют ниточки космо нитки космо производства япония девочки которые вышивали нитками космо наборы fuji к говорят что ниточки более шелковистые чем dmc и конечно многие наверное из вас уже знают что палитра ниток космо гораздо больше чем палитра ниток dmc поэтому сделать подбор самостоятельно для наборов fuji к ну допустим есть схема да но нет ниток достаточно проблематично вот именно поэтому наверное я и решила купить набор потому что была мысль у меня сначала сделать вышивку вышить подбором но подбор наверное бы проиграл перед настоящим набором поэтому я купила набор и так посмотрите какая гамма ниток красивая да зеленые здесь цвета расположены в основном ну вот немножко розового вот это и есть органайзер картонная такая вот планшетка на которую наклеены органайзеры для ниток они наклеены они наклеены сверху а снизу они свободны и то есть таким образом вот именно вот так ими надо пользоваться аккуратненько вытаскивать ниточку нужную все достаточно интересное такое расположение органайзера для ниток органайзеров для ниток очень интересно будет попробовать ну посмотрю насколько это удобно так и вот здесь посмотрите следующая планшетка с нитками очень приятные цвета розовые сиреневые и зеленые очень красиво пахнут эти не эти цвета весной ну конечно не в буквальном смысле пахнут цвета действительно очень весенние вот опять же до наклеенная на планшетку вот такие органайзеры картонные с нитками и вот здесь вот сбоку на планшетке был наклеена бумажка которую завернута иголка иголка 24 размера единственное что здесь поняла на этикетке все написано иероглифами 24 номер 24 иголочка крупная 24 конечно я ее заменю . 24 размер достаточно большой толстая подказала я такими иголками вышиваю только шерстью конечно я скорее всего теперь поменяю иголочки иголочкам 26 может даже на 28 ну и сама схема так схема очень приятно то что здесь есть английский язык что здесь не только на японском схем но вот расписаны какие-то мелочи how to stitch how to use street ну и так далее вот здесь основные положения по вышивке как вышивать вот значки все достаточно много не так кстати до цветов здесь не написано сколько их очень много и вот она схемка черно-белая что тут давайте посмотрим вот так пожалуй да и даже что-то надо будет бакси чем какую-то надпись написать внизу ну вот глядя на схемку могу сказать что она достаточно логично все цвета расположены группками одиночек я не наблюдаю ну есть но не критично очень хорошо что на английском а то я честно говоря даже боялась что будет на на японском но кстати с другой стороны нет я слышала просто многие девочки писали что услышала читала что многие девочки пишут в интернете на на форумах что им попадались наборы на японском этом сеть ничего не понять ну и вот здесь написано до 2006 год андори шам летим а вот то есть на производитель и здесь вот в уголке тоже написано летим корпорейшн киото япония вот так очень хорошая такая бумага плотненькая называется набор редут 1634 в набор также входила канва но я ее уже убрала канва канва белая 16 каунта и вот я уже хочу вам показать свою обработанную свой обработанный лен на котором я буду вышивать сейчас минуточку вот видите какой он такой натуральный лен фирмы в х но полин холленбек моя любимая фирма вот она не чисто ткани чисто белая как бы такого натурального белого цвета грубо говоря такой вот мол молочная оттенок молочного топленого молока вот такой вот кусочек ткани получается то есть размерчик вот он вот такой размер готовая работа получится размером 21 на 30 сантиметров конечно это не полная зашивка поэтому я не думаю что эта работа займет у меня много времени ну вот и все это что касается набора вот такой был первый обзор ну и дальше я вам уже буду рассказывать о ходе продвижения работы я здесь пытаюсь перевести ниточки космо из набора фуджико в ниточки dmc в цвета ниточек dmc по фарбкарте вот все таки да я просто удивлена я вот пока здесь переводила столкнулась с тем что вот у меня три цвета совершенно разных по ниточкам космо да вот три разных зеленых цвета с разными номерами вот сейчас я немножко приближу сначала вот так вот издали посмотрите это три разных цвета я не знаю ну тут такие нюансы которые но просто еле уловимы если вот этот вот нижний цвет он еще более или менее узнаваем до такой светленький вот этот цвет и вот этот серединка и верхней они ну вообще практически ну практически идентичная не знаю для чего они делают такие цветовые нюансы просто новым какой-то на полтона отличающиеся вот вблизи посмотрите три разных цвета вот вот этот свет дальше вот этот и вот этот в общем то если сравнивать с карты dmc сейчас очень сложно определить идеально конечно подобрать нитки dmc к ниткам космо нереально потому что таких тонких нюансов как у космо у дмc нет так то космо просто даже больше по моему цветов карте это вот такое маленькое отступление ну что ж я могу теперь даже сказать свое впечатление немножечко о отшиве об увиденном в наборе фуджико немножко совершенно отшила крестиков 300 я могу сказать что наверное магия вот дизайна фуджико заключается в том что ниточки космо они имеют очень такие сказать мелкие нюансы до в цветах как я уже показывала зеленые цвета совершенно такие вот три цвета очень друг друга похожи это такие нюансы тонкие чтобы их увидеть надо очень хорошо приглядеться именно на дневном свету вот уже самое здесь вот розовый посмотрите сейчас я постараюсь делать вот два розовых цвета и совершенно небольшие у них такие отклонения скажем друг от друга дан цветовые нюансы одна немножечко более розоватая ниточка другая с таким брикосовым цветом и вот здесь ниже вот еще одна идет розовая которая тоже вот приблизительно такого же цвета наверное вот магия фуджико состоит в том что очень нежные переходы практически там еле незаметные наверно за счет этого и дизайн выглядит поэтому таким реалистичным вот ну и зеленые цвета я уже их показывала вот они тоже вот смотрите прям очень очень такой плавный переход в темный да это все разные цвета и это еще надо учитывать что ну вот смотрите 632 633 634 и 635 а еще наверное из 635 вот не знаю как цвета у фирмы fuji фирмы космо распределяется тоже самое здесь 672 673 674 то есть это те цвета которые в палитре космо идут друг за другом да и вот оттенки вот так нитки невероятно приятные шелковистые я сейчас покажу что я успела отшить сейчас девочку вот такая у организация вот смотрите совсем немножко я успела отшить начинала я с центра отшивать расположила свою вышивку на такой вот обычной раме российского производства в принципе неплохая хотя конечно эльбзе по моему да называется рама большая моя она мне больше нравится ну тоже неплохая травма и и натяжка правда не такая хорошая здесь пришлось немножко подкрутить или он поскольку ширина основа была больше чем рама так выглядит пока что мой цветочек центральная это если смотреть вот на эту картинку вот этот цветок вот он это в общем-то центр букета и от него я уже буду сначала его закончу и от него уже бы наверно идти на другие цветы ну и так далее я закрашиваю схему саму схема не закрашивая ее от серила я делаю всегда так схемы и оставляю чистыми в принципе пока что потому что я вышел могу сказать что схема разработана очень приятно очень последовательно логично пока что никаких нареканий нет вот это мой первый отчет рассказал небольшой рассказ о наборе который я начала вышивать это немножечко такое отступление от моего собора который я вышиваю шерстью и я уже немножко устала от шерсти все-таки шерсть имеет такую грубую текстуру вышивание на конве 14 каунта шерстяными ниточками в два сложения это такое немножечко грубое вышивание вот я немножечко от него устала и поэтому решила начать отвлечься от шерсти начав вышивать набор фирмы фуджика фирмы люти в общем по картинам фуджика вышила 300 крестиков ну и пока что я отложу его мне все понравилось и приятно вышивать на линии и ниточки ну просто великолепные они шелковистые они тоненькие очень выгодно отличаются от ниточек фирмы dmc ну и следующий отчет я уже наверное покажу не знаю когда но точно не скоро точно где-то не раньше чем через две недели на этом я прощаюсь с вами до свидания до следующего видео а